всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня вот такое видео называется она анонс плейлиста брак развод секс или христианская камасутра ну она это это видео и анонс и предисловие к данному к данному плейлисту который я сделал на своем канале христолю пропатью пищу в пустыне века на более подробное название там брак муж и жена секс порно блуд и все такое страничка на сайте называется более коротко брак развод секс и вот это видео будет и анонс и предисловие все вместе и расскажу какие ролики уже я записал анонс я пишу после вы его будете смотреть она будет естественно стоять первым в плейлисте сейчас его нет потому что я его только записываю когда запишу она будет стоять первым как вы заметили может быть что все видео которые я ну и потом заметите все виде которые я записал я сделал с пометкой 18 плюс ну чтобы меньше претензий было но и по сути как бы обязывает тогда youtube и законы россии и так и ведь у меня на страничке есть естественно встроенный сам этот плейлист и и когда ролики 18 плюс то они даже идут без значка их не видно да я поэтому хочу вот это видео которое вы смотрите я не буду на нее никакие ограничения накладывать ничего такого я говорить не буду и поэтому чтобы здесь была и картинка и было понятно что это плейлист давайте начнем с того какую я написал аннотацию к этой страничке к этому плейлисту и так брак по определению развод супругов любовь плотская и прочие другие вопросы сексуальные помыслы грех или нет добрачное отношение между мужчиной и женщиной являются ли блудом или нет нужно ли брак сочетания в загсе или венчание и или венчание в секс в церкви является ли грехом получения удовольствия от душевных и сексуальных отношений между возлюбленными от бога или полигамия то есть многоженство и многомужество что такое грех и прелюбодеяние является ли супружеская измена причиной для развода по какой вообще причинам по каким вообще причинам позволено разводиться и можно ли после развода вступать в брачный союз повторно а как насчет повторного брака для вдовствующих кому и зачем нужно девство и безбрачие дает ли что в самом по себе воздержание а что такое монашество с чем это едят нужно ли она святая ли это жизнь секс порно сам удовлетворение и многие другие темы будут раскрыты мною христианином на этой странице моего сайта и в одноименном плейлисте на ю тубе вот такую аннотацию написал то есть как видите много разных тем но все они связаны с чем с интимной жизнью людей с плоской жизнью как это говорят с плоткой любовью с половой жизнью в общем все что с этим связанным брак развод текст семья ну и семья здесь все кроме темы родителей дети на для этого я завел уже отдельную тоже страничку отдельный плейлист будет на ю тубе это воспитание рождение детей все что с этим вот вопросом связано а это страничка короче страничка для взрослых вот и давайте дальше мы с вами перейдем я все таки хотя на этот ролик ограничение 18 плюс делать не буду но я вам зачитаю такой дисклеймер который я сделал на сайте на этой страничке да ну и вот видео все стал ставить из нас плюс страница сайта это предназначена для лиц старше 18 лет вся информация на ней ознакомительная предназначена для расширения кругозора и познания полноты истины в любви ко всем людям планеты земля не является пропагандой это очень важно потому что будут разные темы затрагиваться что для всех было понятно то чем мы будем заниматься крупные такие разделы которые я выделил видео получилось больше но самих разделов так скажем которые поделил которым есть ссылки каждой теме можно отдельную на страничке забирать так скажем и с кем-то делиться если вы хотите и так первый раздел это брак по определению второй раздел развод третий раздел секс в нем ходит там садомазохизм мы с вами я буду для вас разбирать такие вещи да это мастурбация порно вот там есть и более мелкие темы мы с вами сейчас по страничке сайта все равно пройдемся но я вам пока разделы просто зачитывал следующий четвертый раздел с текст преступлений секс грехи 5 воздержание безбрачия монашества и шестой закон сексуального блага бытия но такой под итоговый видео в принципе давайте мы с вами теперь более подробно пробежимся просто по странице как она выглядит чтобы все это вы можете все это с экрана смотреть сами естественно можете перейти все ссылки на саму страничку на плейлист к этой по этой теме будет всегда в описании к этому ролику ну как к любому другому видео под каждым роликом соответственно этого плейлиста вы найдете соответствующие ссылки ну вот как видите началась первая тема то есть брак по определению все что с этим связано то есть о самом браке что это с чем это едят бывает ли он там на небесах каким должен быть откуда вообще слово брак все это этимал этимологию там все это разбираю филологию пусть кратко немного но все это касается любовь без границ что это такое а сексе духовно так скажем я говорю слово облу облуде а девственников в брачном то есть нужно ли там хранить девство и так далее сексуальный инстинкт и родительский инстинкт кратко я говорю ну немножко все равно по поводу деторождения что якобы секс это только ради деторождения тоже я обо всем этом говорю обязательно ли сожительство нужно ли жить вот да вообще там темой гражданского брака и прочее такого а во всем этом говорю тема развода разводы что почему да как откуда они и так далее целый раздел в принципе он у меня есть не то что я отдельно выделил там ролики по библейской теме они где-то наоборот так скажем вкраплены встроены во все эти темы вот но в плейлисте я вам сейчас покажу я их собрал так скажем отдельно не стал так скажем размывать все эти ролики которые в свободе слова записал особенно по теме развода тоже у меня очень много ссылок на библейский текст и кто их знает есть все ссылки на видео которые я уже до этого записывал это и это не просто ролики в своде слова кто знает весь канал еще христолюб чтение библии иных писаний и я просто даю ссылки на эти видео всегда в таком красной кнопочки ссылка на youtube вы можете кликнуть и перейдете на это видео то есть все ссылки какие есть на библию на ветхий на новый завет все здесь есть с моими комментариями со ссылками на видео на ютубе по этой теме вы можете посмотреть ну как я сказал по теме развода их особо много но в принципе и в разных других темах где что то есть из библии я как христианин все равно добавляю третий раздел секс мы с вами до него дошли что это такое секс это две цели секса это продолжение рода деторождения и наслаждения обо всем этом я говорю сексуальные помыслы прелюбодеяние в сердце принципе здесь я вспоминаю слова иисуса как христианина о том что всякий всякий человек с желанием с вожделением если правильно цитировать дословно евангелие всякий с похотью и тоже такое слово правильно есть что и всякий с похотью с желанием с вожделением смотрящий на женщину всякий замужний или женатая женатый человек или замужняя женщина уже прелюбодействует в сердце свое об этом тоже у меня есть несколько видео обо всем этом я говорю границы в сексе где они что можно что нельзя и на примере сада мазохизм я как бы и разобрал эту тему границы в сексе что хорошо что плохо почему можно тема безопасный секс тоже говорю о всяких видах безопасности в плане и здоровья и нежеланного зачатия какие способы варианты секса вообще возможны до чтобы обезопасить себя хотя там я говорю о том что безопасный секс эти слова конечно все надо брать в кавычки так называемый безопасный секс том что так называемого безопасного ничего в жизни не бывает все это все все может кончиться всегда не очень хорошо не так как мы планируем тема самоудовлетворения мастурбации или анонизма разбираем разбирая из-за бытие я говорю кому-то может известно кому-то нет случаев про она на и фомарию якобы от этого она на пошло и слово анонизм и что вообще осуждение анонизма все это здесь в рамках этих этой темы разбираю является ли там мастурбация на низ грехом и так далее дальше у нас логично идет тема порнографии порно и так далее тут я тоже разбираю такие вопросы как домашняя порно профессиональная порно причины просмотра порно и мастурбации обо всем об этом говорю четвертый раздел это сексуальные преступления и сексуальные грехи делю их на три группы эту тему на насилие не носили и инаковость и разбираю все темы более подробно что является настоящим преступлением грехом что выдуманными человеческими почему некоторые вещи именуются людьми преступлением грехами какие-то не именуются обо всем этом подробненько тоже достаточно говорю здесь рассматриваются такие темы как изнасилование сексуальное рабство это точно уж преступление об этом я естественно говорю то есть все что связано с насилием но есть не насильственные так называемые преступления грехи и об этом я тоже говорю что действительно может и можно называть грехом и что правильно и неправильно называется у людей преступлением сексуально на основе секс на сексуальной почве разбираю такие темы как эксгибиционизм порнографии опять же тут немножко мы с другой стороны я смотрю на этот вопрос ну или вебкам а кто знает сейчас такая тема то есть съемки на веб-камеру проституция эскорт эту тему тоже разбираем при деянии измена как видите просто где-то это мог быть преступлением поэтому все эти темы что-то у меня дублируется но просто потому что мы с другой точки зрения смотрим на эту этот вопрос ну инаковость до гомосексуализм трансгендерность инцест тоже в отдельную группу я выделил посмотрев ролик поймете почему далее у нас раздел как я уже говорил 5 это воздержание безбрачие монашество здесь также я выделил в отдельную тему библейские цитаты их у нас они у нас есть и ветхом и в новом завете в евангелии иисуса христа также добавил все свои ролики которые я на канале христа любит библия записывал по писанию и уже отдельно в свободе слова разобрал все по полочкам в плане тему и воздержания ради тела и духа тему безбрачия тему монашество такой в жизни ну и свобода в любви я уже как итог подвел ну и шестой раздел это закон сексуального блага блага бытия по сути я просто подвел итог когда что да почему как стать счастливым в этом вопросе человеческой жизни ну вот принципе такой вот анонс давайте мы с вами перейдем к предисловию с анонсом закончили давайте вернее знаете как прежде чем закончить просто по ютубу посмотрим по роликам как видите то есть ну как я вам сказал здесь первым роликом пойдет этот самый анонс который я вот сейчас для вас записываю следующее будет видео это мужчина и женщина или война полов еще 19 года ролик ну как раз будет логически что вы его вперед просто посмотрите потом брак по определению потом видео развод есть парочку роликов у меня там с избранного я добавил потом ролик секс как видите несколько ведь некоторые значки для видео пришлось даже заблюрить хотя я подбирал вообще для этих видео очень такое очень такие целомудренные я бы сказал картинки максимально который конечно ну хоть какую-то тему отражает но и и все таки они ну они даже эти я когда первый ролик так скажем загрузил по этой теме мне сразу youtube выдал банк потому что вот якобы там нельзя обнаженную натуру и прочие вещи вот видите вот допустим рок ролик как раз о сексе третьего раздела сада мазохизм какой еще про порно где я то есть пришлось там вот заблюривать потому что ну youtube стал ругаться и мне там даже на некоторое время предупреждение вынесли но такой не 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 прям страшная она через 90 дней пропадет но все-таки поэтому я значки переделал но на страничке как видите там у меня все так скажем без всякого блюра но для youtube пришлось сделать так ну я сейчас думал что вообще такие ролики заблокируют но нет вроде ничего никаких других претензий пока не было и вот как видите принципе все эти ролики здесь уже есть и потом то есть отдельно все ролики которые я там на страничке говорил что это есть ссылки на youtube в этом плейлисте я собрал как видите здесь все в каналах рестолюб веган библи библия и иные писания и все эти видео как раз тут все что я там на страничке делал они конечно будут вас переводить на ролики с каналах рестолюб библия но в этом плейлисте они все равно собраны здесь единственно в конце есть еще там пару роликов моих старых один ответы на вопросы но я решил все равно здесь все оставить чтобы они были но самые как сказать по интересу и вот по свободе слова и по свежести что я вот сейчас отстал записать все в этом плейлисте как я сказал ссылка в описании в аннотации вверху будет в подсказках то есть везде вы ее найдете ну и давайте мы с вами предисловие я для вас скажу эту страницу моего сайта и одноименного плейлиста на youtube я посвятил теме секса и отношений брака и разводов воздержание и безбрачь и всего что связано с интимной стороной жизни человека и иные а иными двумя словами с плотской любовью я сделал такие три подраздела это христианская камасутра все мне позволено но не все полезно и условия познания истины давайте о всех трех я скажу поподробнее так христианская камасутра как-то я прочел о том что камасутра должна читаться последней из всех писаний индийской мудрости я с этим полностью согласен сам я добрался до публичного оглашения этой темы лишь на сорок второй год своей жизни меня сейчас 41 на 15 летний год после того как мне явился бог и призвал меня к святой жизни в любви ко всему его творению кому интересно на моем основном канале христолюк веган космополит пацифист есть все видео моей жизни собраны в одноименном плейлисте христолюпа своей жизни и там все эти видео от того как я пришел как богу точнее бог как меня вытащил из всего этого болота до греха все об этом я рассказываю и на восьмой год публичной проповеди в интернете то есть я уже не первый год не первый день у меня уже большой большой багаж контента восьмой год я на ю тубе и вот только только добрался до этой темы в интернете и возрастающего раскрытия мной всех предыдущих темы святой жизни в любви для познания полноты истинной бога любви то есть ну давайте сначала дочитаю потом скажу и в этом я вижу промысел божий и его руководство в правильности моего служения благовестия это познание будет неполным если не познать смысл и суть плотской любви между людьми это моя личная камасутра во христе боге любви такая моя личная камасутра мое личное откровение да я о чем хочу сказать я помню знаете это была юность я учился в институте был дома по моему я не по-моему а был дома я вы по-моему это был по-другому быть не может и тогда учился я точно помню и может быть это было после института но по-моему я еще не закончил я находился дома у родителей тогда жил и в дверь мне постучали тогда очень часто знаете кто-то ходил ну тогда еще не было интернета когда я учился в высшем учебном заведении заканчивал строительный институт воронежский и в дверь постучали туда часто кто-то заходил знать свидетели егова там ходили или еще кто-то и открываю дверь на пороге стоял я уж честно даже не помню ну наверно какой парень молодой мужчина может быть я помнишь это мужчина я даже уже как-то знаете какого-то лика не помню его и он не предложил я его впустил в дом тогда родители но муж к я уж конечно был взрослым таким человеком все-таки но все-таки здесь нас предупреждали там никому двери не открывать все такое цыгане тогда часто ходили по квартирам вот но я его впустил по какой уж видам причину видим он никак не насторожил и он мне предложил я не помню как называлась первая с утра индийская потому что там разные направления он какой-то конкретному течению принадлежал и вот он мне дал с утру ну правда он вроде дал но вроде как желательно чтобы я учет за не дал я не помню честно я ему дал что-то то что вы конечно но это такая как библия такая толстая книга это я помню тогда первый раз я вообще был далеки от всего этого но я ее начал читать и вот тогда познакомился и я уж не помню тогда я или потом я узнал что то есть с утра и они разные бывают но это книги да по сути как библии это собрание книг то же самое с утра это собрание там ну и дуиски книг индуиской мудрости до духовной книги индии так далее и вот кама с утра читается как бы должна читаться человеком в самом конце уже кама с утра кто только не слышал да наверно только глухой не слышал что есть такая индийская книга под названием кама с утра да я тогда вот узнал что оказывается она как бы казалось бы кама с утра там кто-то и там читает кто то и смотрит твой то надо секси чет посмотреть и я тогда вот узнал что действительно что прежде чем добраться до кама с утра это должен прочитать все супере да все книги и ка массу прочитается впоследии то есть тогда когда ты как-то станешь сначала ты должен стать этим грубое там брахманом да то есть духовной личностью и тогда ты поймешь действительно всю глубину и смысл секса не просто как-то плотских утек а что ты поймешь что в этом есть и И высота в этом есть и божественная любовь и все такое. Тогда меня как-то, можно сказать, даже удивило. Я это на уст намотал. Как видите, через столько лет вам это вспоминаем. Чтобы быть более таким конкретным и вас познакомить не то, что с Камасутрой, я на Дзене нашел хорошую статейку некой Елены Зелена. Тут видно, что она с этим связана, с Индией и все такое. Я вам хочу зачитать ее статью, но чтобы вас кратенько все-таки с этой вещью познакомить. Итак, все истории, песни и картины, известные человечеству, так или иначе рассказывают о любви. Любовь и отношения между людьми прочно впечатлены в каждое мгновение нашей жизни. И среди сотен и тысяч произведений искусства есть одно, которое прямо заявляет о своем предназначении. Научить человека проявлять свою любовь к партнеру самым природным способом. Древняя индийская книга Камасутра расскажет о любви и сексе. Я буду проматывать некоторые картинки, которые есть в этой статье, потому что, так как YouTube запрещает все это ню, чтобы этого не было в ролике, там не то, что порнография, но все-таки, видите, YouTube запрещает вообще. Поэтому я буду вам в основном текст показывать. Возможно, у этого автора есть вот канал на YouTube, не знаю, тут ролики есть. Благодаря тому, что я его читаю, если хотите, можете обратиться. У меня такая маленькая реклама ее, что можно к ее... Я дам ссылку даже на источник в этом видео. Можете почитать, перейти, посмотреть, что там. Камасутра. Книга о любви во всех ее проявлениях. В современном обществе до сих пор осталась привычка стыдиться и табуировать тему секса. Об этом не принято говорить откровенно даже между партнерами. А единственный вариант интимных отношений для многих остается стыдливым соитием в спальне при выключенном свете. Мне здесь хочется добавить, как я говорю, в мешках из-под картошки, да, и на голове, и на теле. Поэтому здесь не могу не согласиться. Как я говорю, в принципе, мне статья понравилась, поэтому я для вас ее зачитываю. Во времена, когда была написана Камасутра, индийцы не стыдились естественных человеческих желаний, в том числе и эротического характера. Подтверждение тому храмы секса и любви. В соответствии с философией того времени, в полноценном человеке есть и три сбалансированных начата. Начало. Дхарма – сложное понятие, которое приблизительно можно передать словами нравственность и мораль. Ардха – цель и польза, которые приносит человек своим существованием. И Кама – чувственные удовольствия, такие как секс, вкусная еда, изобразительное и музыкальное искусство. Кем написана Камасутра? Точных данных о времени написания и автора книги Камасутра в настоящее время нет, потому что такая книга не могла за время своего существования не обрести множество слухов и легенд. На самом деле там есть, якобы-то, кому приписывают, особенно, по крайней мере, последнюю версию. И то, говоря об этом авторе, я уж там не помню и не выговорю его название, это там датируется третьим веком, но якобы, что и он просто сделал такой компиляционный симфонический труд на основании других древних текстов того времени. И как бы просто все это собрал, вот, в одну книгу, все там индийское достояние, ну, все, что касается темы там секса, интима, такой вот плотской любви, да. Вот, поэтому, в принципе, ну, все-таки такие трактаты считаются, так скажем, безавторскими, да, то есть, таким народным общественным достоянием и сознанием именно общественного, то есть, множество людей, а не одного человека. Ну, в принципе, автор этой статьи здесь так и говорит далее. Согласно наиболее популярной версии, Камансутра была написана индийским философом Маланага Ватьяяна, живущим ориентировочно в третьем-четвертом веке нашей эры, ну, то, что я вам и сказал. Судя по всему, он решил объединить в одной книге множество существовавших до него трактатов и рукописи о различных сферах жизни, связанных с сексом и отношениями. Ну, и добрались мы с вами до самого важного. Камасутра только о сексе, с вопросом, с вопросительным знаком предложения, то есть, по сути, это вопрос Камасутра только о сексе, в популярной культуре, ну, идет как бы ответ, да, в популярной культуре Камасутра представлена как книга исключительно о сексе, что является большим заблуждением. На самом деле, Камасутра поделена на семь разделов, каждый из которых посвящен различным темам, связанным с романтическими отношениями. Вступительная часть Камасутры из пяти глав посвящена романтической любви и эротизму. В ней философ дает ответы на вопросы, что отличает нас от животных, которые занимаются сексом исключительно для начатия потомства и в определенное время. Почему люди, мохты, должны заниматься любовью ради удовольствия? Почему для нас так важно не только удовольствие от самого саити, но и наслаждение видом, ароматом и прикосновением партнера? Второй раздел книги рассказывает о разнообразных видах секса, начиная от различных видов поцелуев и прелюдий, заканчивая такими, на первый взгляд, непростыми задачами, как секс втроем. В этом разделе Камасутры подробно описана необходимость прелюдии, различные техники орального секса, петтинга и прочих способов доставить удовольствие. Кроме того, именно в этом разделе описаны и проиллюстрированы 64 позы для секса, среди которых есть те, что дарят большое удовольствие женщине, а есть более приятные мужчине. Эта часть состоит из 15 глав. Следующий раздел Камасутры из девяти глав написан для мужчин и рассказывает о том, как вести себя с женщиной. Эта часть книги содержит информацию об ухаживании, свадьбе и семейной жизни. Она поможет не только покорить сердце своей избранницы на ранних стадиях отношения, но и подскажет, как остаться любимым и желанным для супруги спустя десятилетия совместного быта. Аналогичное предыдущей части книги «Руководство для женщин» заняло 8 глав. В этой части Камасутры, как несложно догадаться, содержатся советы для женщин о том, как вести себя с мужчиной, сохранять любовь к нему, что делать и от чего воздержаться в семейной жизни. Так как в те времена в Индии практиковалось многоженство, Камасутра расскажет, как ведет себя первая жена и чего должны придерживаться остальные. Пятый раздел Камасутры из десяти глав расскажет о тонкостях такой щекотливой темы, как адюльтера. В основном здесь раскрыты темы обольщения чужой жены, возможные препятствия и способы их преодоления. Эти девять глав индийской Камасутры содержат советы для гетер о том, как ухаживать за собой, привлекать и соблазнять мужчин, а также о том, как избавиться от нежелательного или наскучившего ухажера. Заключительный раздел Камасутры в шести главах раскрывает секреты привлекательности. В нем рассказывается о способах нравиться людям вообще, а также о том, как возродить любовь в отношениях и помочь партнеру, который испытывает сложности в сексе, связанные с возрастом или болезнями. Ну и заключение. Камасутра – это, пожалуй, первая в истории человечества книга по психологии отношений. Это не просто иллюстрированная брошюра эротического толка, а полноценный труд, способный научить здоровым и открытым отношениям между партнерами до и после создания семьи. Главное помнить, что ни в коем случае не нужно стыдиться своего тела и всем его позывов и желаний, особенно с тем или той, кого вы впускаете в свое тело и душу. Вот такая вот статья, почему я вам, кстати, о камасутре-то так много тоже уделил этому вниманию, тем более в предисловии. Но, как видите, я сосался, что в этом анонсе я рассказывал о том, что ту серию видео, которые записал, это как бы моя личная камасутра, так скажем, или христианская, если хотите, камасутра. На самом деле, конечно же, познакомив вас, я, вы знаете, я всегда рекомендую разносторонность, развитие, вежество, да, то есть лишние знания, они бывают, конечно, действительно лишними, но по сути все-таки надо в жизни быть человеком разносторонним в этом плане и что-то почитать. Вы можете после моего видео, вообще после того, как услышали об этом, я вот для вас кое-что зачитал, очень классная статья, вы можете, конечно же, и камасутру целиком прочитать, если пожелаете. Кратко, видите, нам так хорошо донесли, что там, что там, о чем там сказано, да, я поэтому, мне не пришлось все это писать самому, вот, но, конечно же, когда мы сейчас, когда я для вас кое-что о камасутре рассказал и поговорил, конечно же, тот труд, который я сделал, да, и все мои видео и тексты на сайте, они, так скажем, совсем не пародируют, и я не пытался следовать принципу камасутры, вот этой индийской, да, и как бы просто это приложить на свой лад. Я со многим там не согласен в той же самой камасутре, да, про те же самоотношения, там, браки, или там, так скажем, соблазнение чужого мужа или жены, то есть я там со многими вещами, так скажем, не согласен, и поэтому я не следовал какую-нибудь там, вот, то, что вам зачитал, про структуру камасутры, и я, так скажем, писал свою камасутру, да, христианскую, через свою призму, все это рассматривал, даже не пытался косить под эту индийскую, я говорю, ни по структуре, ни по факту, ни по вопросам, то есть я, как бы, все это сделал от тебя, без какого-то фундамента, на основании своей жизни, своих знаний и мировоззрения, и так, как я считал это нужным и правильным. И более того, конечно же, мои эти скромные труды, вот эта страничка на сайте, которую я вам уже показал, плейлист, соответственно, который получился из этих видео, собранный, он идет, он, 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 я не ставил, не ставлю цель перед собой раскрыть, знаете, все темы, обо всем там поговорить, да, учить там всем этим вас тонкостям, как и что там, кого там обольщать, как надо быть сексуальным, что там делать в сексе, какие-то позы вам рассказывать, то есть, конечно же, я всем этим плейлистом своим ни в коем случае не пародирую всю эту Камасутру, вообще у меня в последний момент лишь пришла мысль вот так в предисловии сослаться, как просто пример, и вот в таком русле тоже вам все это подать. Но в чем действительно, я вот вам не зря всю эту предысторию рассказал, что когда я узнал, что Камасутра, как бы, это лишь одна, это как в Библии, много книг, да, христиане там знают, и, в принципе, в них даже есть своя, так скажем, структура, от книги Бытие до книги Откровения, да, о сотворении первой земли и первого неба, да, творения вновь, после разрушения этих земли неба, новой земли и нового неба. То есть, видите, как в сутрах тоже есть свой порядок, и что на самом деле, чтобы понять Камасутру и вообще добираться до темы секса, надо сначала стать святым человеком, если хотите, да, как я всегда выражаюсь. И как я вам вот свой этот комментарий и записал, о чем я сказал, да, что я тоже к этой теме, я не вчера блог завел, и тут решил там о сексе рассказывать, да, То есть, во-первых, я сам не мальчик, да, мне не 15, не 20 лет, не 30, даже уже за 40 перевалило, я взрослый человек, много чего в жизни попробовал, да. 15 лет после покаяния моего, жизни во Христе, жизни в истине, в полноте познания истины, как я сейчас уже выражаюсь, придя к этому состоянию. И на ютубе я не первый год, даже, да, не вчера уже зарегистрировался, даже не первый год, уже 8 лет я на ютубе, большой контент, плод моего труда, да. И я, в принципе, вот это как раз тема, которая сейчас идет, это вот брак, отношения, секс, любовь, плодская любовь именно. То как раз это, по сути, конечно же, если я дальше буду жив, на свободе и здоров, я буду продолжать вести блог, но, по сути, на момент моего вот этого 8-летия на ютубе, 15-летие после покаяния, там, 41 год мне, конечно же, эта тема, по сути, закрывает все те темы, которые подытоживает, которые я все эти года вел, то есть я все темы важные в жизни человека раскрыл, чтобы человек стал святым и совершенным. В чем? В любви ко всему Божьему творению, к природе, к животным, к духам, к людям. И в этом во всем раскрылась его любовь к самому Богу, ну, в частности, к Иисусу Христу, по образу и подобию, которого мы все с вами сотворены. То есть я, как говорится, подвел всех, кто меня давно слушает и вы желали святости и совершенства, я надеюсь, и этой полноты познания истины пришли в нее, достигли и обрели полноту этого счастья. И секс, это на самом деле, как я, вы дальше будете в роликах и на моей странице сайта, если изучать, то поймете, что секс, конечно, его ни в коем случае нельзя ни переоценивать и недооценивать. Это две крайности, в которые впадать ни в коем случае нельзя. Вот, поэтому, конечно же, Бог так управил, что я все-таки, кто знает, у меня сейчас гонение за антивоенную деятельность. Возможно, меня скоро посадят, но Бог так управил, что я до сих пор на свободе, хотя у меня идут уголовные преследования, суды. Но пока я еще на свободе, и вот Бог управил, что я даже, я уже думал, что я никогда до этой темы не доберусь, потому что уже год все это длится. Но все равно, вот видите, я пишу уже анонс после того, как я записал все эти видео, создал страничку на сайте. И, по сути, написал такую свою Камасутру, да, вот, последнюю, так скажем, книгу. Как я говорю, дальше, чтобы я не писал, уже все эти темы шлифовали. Может быть, когда-нибудь я что-то буду записывать и добавлять в этот плейлист на сайте, там, раскрывать текстом какую-то тему, еще что-то дозаписывать. Но того, что я уже сделал, вот то, что вы видите у себя на экране, на страничке моего сайта в плейлисте, то я, так скажем, доволен. У меня есть чувство самоудовлетворения, что я все это вот все-таки реализовал, поделился, открыл. О всех этих роликах я очень часто говорить буду о своем каком-то опыте, о своей жизни, потому что я много чего экспериментировал, пробовал я такой по жизни. И в том числе и в плане секса и плоткой любви, все я делал то же самое, я что-то пробовал, где-то обжигался, да, что-то, наоборот, узнавал того, чего никто никогда не узнает, если не попробует. Вот, обо всем, об этом я рассказываю. То есть, это очень важно. Еще раз хочу сказать, что кто вдруг там впервые на это попал на мои видео, конечно же, они все в открытом доступе. Я не могу вас там запретить их смотреть или даже призывать там их не смотреть. Для этого я их, в общем-то, и записывал. Но, конечно же, я дальше буду говорить, что поймет все, что я буду говорить только тот человек, кто сначала по духу достиг вот этого сознания, пришел к полноте познания истины о том, что Бог, бытие, мироздание и начало источника, конец всякого дела – это любовь. Бог – любовь, бытие есть любовь, вселенная вся есть любовь, да, Иисус Христос есть любовь, и начало, и конец, и процесс всякого дела – есть любовь. То есть, мы все делаем, потому что мы любим, мы все делаем с целью конечной, потому что хотим, чтобы объект нашей любви был счастлив. И делаем мы все это с любовью, само любое дело, его течение – это есть любовь. Вот так вот, поэтому это тоже очень важно, о том, о чем я хотел бы как бы сказать, да, то есть, по сути, такой мой такой вишенка на торте, здесь очень подходит это образное сравнение. То есть, вот эта вот тема, такая вишенка на торте всей моей проповеди, всего моего восьмилетнего служения на ютубе – это вот тема плотской любви между людьми. Причем, неважно, мужчина – женщина, женщина – к женщине, мужчина – к мужчине, об этом я тоже много говорю. В будущем я еще, конечно, планирую, у меня есть, так скажем, последняя тема, и она как бы связана, и по сути, хоть в Камасутре об этом вот именно нет ни слова, то, конечно же, после этого у меня будет тема большая – это дети-родители, да, то есть, отношения, воспитание, саморождение вообще, аборты, ювенальная юстиция, все, что с этим связано, кто тоже знает, то есть, тем уже семьи, ну, под семьей брак, обычно я так употребляю слово, подразумеваю, что там просто два супруга, еще нет детей, а семьей я обычно называю, это где есть помимо родителей, уже помимо супругов, они стали родителями, то есть, у них есть дети, неважно, свои, приемные, что-то такое. Усыновление, тема, все вот это я там буду рассматривать. Так что, ну, а сегодня вот у нас, это, так скажем, страничка для взрослых, тема для взрослых, которая является вишенкой на торте всего моего служения, ну, конечно, когда я закончу тему «Дети и родители», это будет все полноценно, и, конечно, если я буду дальше существовать, я буду писать что-то, но, так скажем, общие мазки будут наброшены на эту картину, вы сможете ее узреть. Давайте к следующему подразделчику перейдем, это «Все мне позволено, но не все полезно», о чем я хочу сказать. Эта цитата-мысль апостола Павла прекрасно выражает то совершенное любвеобильное состояние человека, которого он достигает и в плотской любви к человеку, прежде деятельно познав совершенство в духовной любви к человеку, без обладания и господства над объектом своей любви. Ты можешь заниматься сексом с кем хочешь, но будешь им заниматься только со святыми людьми. Это антиномия. О чем я здесь хочу сказать? Вы знаете, посмотрев весь этот плейлист, если вы сможете его посмотреть до конца, вам будет интересно, можете это через силу делать, а может, наоборот, с удовольствием. Кому-то будет не заходить то, что я буду рассказывать и говорить, кто-то будет, наоборот, с алчбой и жаждой потреблять. На самом деле, как я сказал, во-первых, познать то, что я, и понять то, что я говорю, сможет, конечно, только человек, который сам, что идет вот этим вот путем совершенной любви. Познать это без того, что не познали абсолютную, совершенную любовь ко всем людям, это будет бесполезно. Потому что все вещи я буду рассматривать только через призму, чего трех природ сущности блага бытия. Это вечности, свободы и любви, конечно же. Без познания этой духовной любви к человеку, рассуждать там о теме секса, о плотской любви, что там является грехом, а что нет, где границы, как относиться, брак, развод, любовники, любовницы, прелюбодеяния, инцесты, гомосексуализм, трансгендерность. Все это можно понять только, если вы познаете совершенство любви к человеку в принципе. Просто потому, что он человек, образ и подобие Бога, и вы любите всех. И тогда, когда человек, тем более, не делает греха, и даже когда делает, единственная цель и проявление вашей любовью в том, что вы обличаете, если человека в грехе, только с целью его покаяния. А не с целью там вечных мух в аду, да. Только когда вы это понимаете, когда вы в это состояние приходите, в эту полноту познания истины, тогда вы только поймете, о чем я буду здесь говорить. Несмотря на то, что я в роликах буду много рассуждать о том, что такой как я, который достигает этой полноты истины, и казалось бы, мне все позволено. Я могу со всеми подряд заниматься сексом. Я говорю о том, что я, говоря обо всем этом, столько много за эти видео буду употреблять слово секс, рассуждать об этом, обо всем. Но сам я живу, так скажем, бессексуальной жизнью, да. И здесь работает, я много раз, вы знаете, в моих видео, вообще в проповедях, говорю о том, что есть такие понятия, как антиномия, да. Как бог, казалось бы, свободен, да, но он почему-то блах и не творит зла. Но если он свободен, значит он может творить зло, а почему он тогда его не творит, да. То есть это такая антиномия, это такое добровольное рабство. То есть я могу, да, я свободен, я его делаю, нет, по сути я раб уже любви, раб своей природы. На самом деле все равно я в потенции остаюсь всегда свободный и могу сделать зло, да, я его делаю, нет. Это антиномия свободы и любви, да, той же самой, по-хорошему я свободен, но почему я тогда делаю только добро, да, любята. Здесь то же самое, я, казалось бы, буду время говорить о том, что да, я свободен заниматься сексом с кем хочу, да. Я занимаюсь им со всеми подряд, у меня есть случайные связи, нет. То есть ты уже достигая такого состояния, ты и заниматься им будешь, несмотря на то, что тебе все позволено, тебе уже это будет не полезно, ты будешь страдать. Когда человек святой, совершенный, в полноте познания истины пребывающей, занимается сексом с грешницей, с грешником там, неважно, да, с человеком далеким от познания истины, несовершенным, я говорю, может быть, даже грешным, очень-очень сильно грешным, ты не испытаешь удовольствия из сексуального, потому что вы будете не единодушны, единомыслины, даже противоположны, возможно, и вы не испытаете никогда даже телесного удовольствия. Ну, там физическое можно испытать, оргазм, но вас будет от этого точно так же отвращать. Какое общение света со тьмой, да, Христа с Велиаром, как может заниматься сексом пацифист с милитаристом, да, там, с милитаристкой или с милитаристом пацифистка, это невозможно. Как может веган с трупажором заниматься сексом, да никак, они просто, да, их будет воротить друг от друга, на самом деле. Это очень тоже важное такое понятие. Ну, и третий подразделчик, который я хочу сказать, это условия познания истины. То есть я об этом уже как бы не раз сейчас все это вкраплял, но мы на этом с вами подытожим. Все то, что я буду дальше писать и говорить, а вы будете читать и слушать, будет понятно лишь тем, кто идет путем совершенной и всеобъемлющей любви, желающей лишь одного – счастья объектом своей безграничной и богоподобной любви, потому что Бог, сотворивший все и всячески во всем присутствующий, и есть это самое всеобъемлющее и бесконечная любовь. То есть еще раз, я хоть об этом уже много раз сказал где-то, я хочу, чтобы на этом мы с вами закончили, да. То есть, конечно же, понять то, что я говорю, обрести эту полноту счастья, какую обрел я, может только человек, который идет или уже дошел и живет, дошел до познания умового и деятельной жизнью живет изо дня в день, каждый день, каким путем он идет и живет, всеобъемлющей совершенной любви, желающей лишь одного – любовь желает счастья ближнему. Если кто-то радуется, если я кого-то как-то полюбил, да, там, занимаюсь с кем-то сексом, а она еще или он кого-то еще полюбили, если ты пребываешь в состоянии совершенной любви, ты лишь радуешься, что еще, даже твой объект любви, еще кого-то полюбил, и его кто-то любит. И ты счастлив за них обоих, потому что они все тебе родные. Это очень важно. И причем ты счастлив искренне, в тебе нет ревности. Ты счастлив за то, что счастливы люди вокруг тебя. И, возможно, от твоих дел любви, но и от дел любви других людей. И ты счастлив будешь, если у них будет еще больше таких людей. То есть, как говорят, твоя девушка еще с кем-то кого-то любит и даже с текстом занимается. Если ты любишь ее по-настоящему, ты будешь счастлив от того, что она счастлива. Если ты ревнуешь, да, если ты страдаешь, что тебя там, да, бросили или еще, ты не любишь никого. Любовь, она никого не порабощает и никому не становится рабом. Это очень важно. Поэтому условия познания истины – это абсолютно совершенная, всеобъемлющая любовь, желающая лишь одного – счастья ближнего. Она радуется сама. Человек этот радуется, когда счастливы люди вокруг него, неважно от чего и почему они испытывают удовольствие. Он не ревнует никогда. Ревность от дьявола, она не от Бога. Она от тьмы и не от света. Потому что, почему все это? Да потому что сущность бытия. Есть Бог. Есть само это бытие, вселенная. Есть сама эта любовь. Потому что Бог, сотворивший все и всячески во всем присутствующий, и есть эта самая всеобъемлющая и бесконечная любовь. Это очень важно. Ну вот такой вот анонс, который я для вас записал, и анонс, и предисловие, все вместе к этому вот моему такому плейлисту, моей страничке на сайте, которая говорит о чем, о вот такой вот плотской любви. Но при этом я все время буду говорить, и даже в тех роликах я буду об этом нередко вспоминать, что очень важно. Прежде всего, важна вот эта вот иерархия. Сначала дух, потом плоть. Дух господствует, плоть не пользует немало. Это вот очень важно все эти вещи понимать. Ну вот так вот. Надеюсь, вам все это будет интересно, полезно, назидательно. Ролики, которые будете смотреть, если они вам будут нравиться, если вы считаете их полезными, назидательными, отрадными, что-то будете брать для себя полезное, что-то будете менять в своей жизни, ибо это не просто праздные слова, ну тогда ставьте лайки под каждым роликом, под этим в частности. Делитесь этими роликами с вашим окружением, с людьми вас окружающими, на ваших ресурсах, сайтах, каналах, в социальных сетях, чтобы и не только вы становились счастливее, мудрее, да, и все такое прочее. Пишите ваши мысли, комментарии, размышления, задавайте вопросы. Я все комментарии всегда читаю, на все вопросы, если могу, если считаю нужным, понимая, о чем меня спрашивают, я отвечаю. Если даже комментарий может быть достоин какого-то моего видеоответа, потому что текстом я не очень люблю писать, хоть и понуждаю себя, то, возможно, даже запишу какое-то видео по вашему комментарию, по вашему вопросу, или просто размышления, или по вашему опыту, еще что-то. В общем, я всегда открыт, пожалуйста. Есть кому-то, хоть со мной лично пообщаться в переписке, в аудио сообщениях, в видео, пожалуйста, я всегда открыт. Все контакты, связи со мной в описании к этому видео меня легко найти в любых мессенджерах, в соцсетях и прочих вещах под именем Христолюб. Все всегда найдете. Ну и прямые ссылки на мои контакты все в описании есть. Кто-то хочет поспорить, там поругать меня, в принципе, тоже. Вы все можете критиковать, я никогда не против этого. Но единственное, если вы переходите на грубости, да, на просто какие-то уничижения, оскорбления безосновательные, но я раз, два, три пропущу такой комментарий, потом я человека блокирую, потому что целыми днями сидеть, читать о себе незаслуженное какое-то дерьмо, у меня, конечно, тоже, как у любого нормального человека, нет никакого желания. Вот так вот. Ну, на этом, в принципе, наверное, все. Я с вами прощаюсь. Все полезные ссылки на плейлисты у вас на экране, в аннотации к ролику. Все там найдете в подсказках. Ну, и вообще, посетите сайт самой Христолюбой, поизучайте мой канал. На каждом канале у меня есть инструкция по каналу. Посмотрите, где, что, как, какие плейлисты, чему они посвящены. Все там разберетесь, ничего сложного нет. Я с вами прощаюсь. Всех я вас люблю. Всем вам желаю познания истины, счастья, наслаждения в жизни, в том числе в сексуальной. И чтобы все у вас было хорошо. Я вас по-братски всех крепко обнимаю, нежно целую. До встречи во всех моих видео. Не прощаюсь.